Приветствую вас, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, я, Олеся Медведева. Прямо сейчас будем подводить итоги уходящего дня и еще предыдущих. Сегодня у нас 17 сентября, воскресенье, и начнем с ситуации на фронте. Там, судя по всему, есть некие изменения. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сегодня опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещевки. Подписав его, Украина всегда возвращает свое. И из этих слов многие сделали вывод, что село к югу от Бахмута освобождено. Однако украинские военные, которые ведут боевые действия в Клещевке, этого не подтвердили. Позже появилось видео с украинскими военными, на котором они заявляют, что село все-таки взято. Но какого-либо официального заявления от командования по этому поводу не было. В сводке Генштаба лишь было написано, что ВСУ отразили 13 российских атак в Клещевке. Российские военные телеграм-каналы и спикеры утверждают, что бои за Клещевку еще продолжаются. И село переходит из рук в руки. Напомню также, что в конце этой недели командование ВСУ заявило об освобождении соседней Андреевки. Однако, судя по кадрам, которые были опубликованы оттуда, не совсем понятно, над чем там устанавливать контроль. Потому что село стерто с лица земли. Это все мы и говорим с вами о южном фланге. Там, где Андреевка, Клещевка, там господствующие высоты. И понятно, что за них идут бои. А вот что касается северного фланга, то там каких-либо продвижений нет. Фронт там находится на месте, что по сути ставит под вопрос план по окружению Бахмута. Даже в том случае, если на юге будет еще какое-то продвижение. Теперь о запорожском направлении сразу смотрим карту. Там продолжаются бои у Работина, Вербового и Новопрокоповки. В общем, ничего особо нового. Но украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта. А российские паблики пишут о том, что ВСУ пробиваются к Новопрокоповке, которая южнее Работина. Вы его видите на карте. Россияне же контратакуют их, то есть ВСУ, во фланг со стороны Капани, то есть с запада. Что касается Времевского участка, то там в последнее время установилось относительное затишье. После того, как ВСУ пытались штурмовать Новомайорское. Украинские же паблики пишут о том, что в этом районе ситуация тяжелая. Но отмечают, что при этом активность боевых действий на этом направлении, в этом районе, точнее сказать, спадает. Ну а мы идем дальше. Сегодня телеграм-каналы, которые связаны с вагнеровцами, опубликовали фото вагнеровцев. И, как утверждают, они направляются воевать в Украину на одно из самых сложных направлений. Ранее, напомню, мы с вами обсуждали, что, судя по всему, после смерти Пригожина часть вагнеровцев заключила контракт с Министерством обороны России. И, как видим, в таком случае они вернутся на фронт. Теперь, что касается военных перспектив. Отмечу, что западная пресса не устает писать об украинском контрнаступлении и о том, что же его ждет в будущем. При этом, в отличие от предыдущих публикаций, которые мы с вами прекрасно помним и все это обсуждали, в этот раз сразу несколько немецких изданий опубликовали комментарии, ну, в таком довольно оптимистичном ключе. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил немецкой волне, то есть изданию Deutsche Welle, о высоких шансах на то, что Украине удастся разбить контрнаступление. Он сказал, что перед ВСУ стоит, возможно, самая сложная задача, с которой какая-либо армия сталкивалась со времен Второй мировой из-за мощных российских укреплений и дронов. При этом, по его словам, украинцы прекрасно справляются и есть основания ожидать, что они смогут продолжать медленный, но неустанный процесс, расширяя прорыв и продвигаясь через вторую и третью линии российской обороны. И еще один, я бы сказала, даже необычный, знаете, комментарий от Петреуса. Вопрос, который возникает у меня, когда российская оборона посыпется, затрещит по швам и когда украинцы смогут это использовать, чтобы дойти, по крайней мере, до точки, с которой будет возможность поражать важную линию коммуникации вдоль юго-восточного побережья Украины. Если удастся достичь такой точки и повредить или уничтожить логистические возможности россиян поддерживать свои силы на юге Украины, то это уже будет значительным достижением украинских войск. Но здесь у меня возникает другой вопрос. А что, если российская оборона не посыпется? Такой вариант ведь тоже может быть. Как быть тогда? На эту же тему высказался американский военный аналитик Майкл Коффман в статье для Шпигель. Он говорит, что контрнаступление Украины переходит в решающую стадию, приближается к последнему этапу, так как и Украина, и Россия задействовали на фронте свои резервы. И теперь вопрос о том, какая сторона управляет своими силами лучше. Если российская армия окажется слишком истощенной и не будет иметь дополнительных резервов, которые можно было бы бросить в бой, это может создать опасное для российских военных положение на фронте. И, по его мнению, в таком случае у ВСУ есть шанс прорвать российскую оборону. Но здесь у меня снова вопрос. А что, если у России еще есть резервы? И вообще этот тезис о том, что Россия не хватает резервов, довольно часто встречается как у украинских, так и у западных аналитиков. И они это называют главным условием скорого обрушения обороны россиян и успеха ВСУ в этом контрнаступлении. Опять же таки хочу отметить, что никто не говорит, а что делать, если так не будет. То есть, если у россиян есть еще подготовленные резервы, которые они могут еще вводить очень много лет, например. Кремль ведь может объявить новую волну мобилизации, и тогда людей станет еще больше. Ну и, думаю, не стоит в очередной раз напоминать, сколько в Украине есть потенциальных резервов, то есть сколько людей еще можно мобилизовать, и сколько их в России. Здесь, по-моему, все очевидно. Но встречаются и другие, то есть менее оптимистичные оценки в западных СМИ. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника пишет, что ВСУ к концу октября придется перейти от наступления к удержанию нынешних позиций на фоне ухудшения погодных условий. Издание отмечает, что наихудшие погодные условия ожидаются в ноябре и декабре. Как неожиданно вообще, когда дороги будут размыты, а затем занесены снегом, что затруднит использование тяжелой техники. Я, конечно, все понимаю, журналисты живут на другом континенте. Этого издания имеется в виду в Северной Америке, но, может, я сейчас кого-то удивлю, из них в Украине зимой холодно и идет снег, а осенью идут дожди. И тоже не очень тепло. Другое издание Financial Times в очередной раз делает вывод, что быстрого успеха ВСУ не будет. В статье говорится, что спустя три месяца после начала контрнаступления Зеленский и его правительства столкнулись с реальностью того, что им не удалось добиться желаемого решающего прорыва, и теперь они готовятся к затяжной войне. Газета приводит и оценки украинских военных, которые критикуют западные подходы к обучению, например. Если бы я делал только то, чему меня научили, имеется в виду западные военные, я был бы мертв, говорит Сулейман, командир спецназа 78 полка. По его словам, он тренировался с американскими, британскими и польскими солдатами, каждый из которых давал несколько хороших советов, но также и плохие советы, например, о способе зачистки траншей. Я им сказал, ребята, нас убьют. На Западе все чаще продвигают и озвучивают тезис о том, что война затягивается, что она будет длиться долго. Например, сегодня об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вместе с тем он выступил против перемирия и прекращения огня. Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала. Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. При этом, по его словам, НАТО стремятся к быстрому миру, но не ценой исчезновения Украины. Кроме того, Столтенберг сказал, что он считает, что Украина рано или поздно будет в НАТО. Вообще, вот эта стадия, в которую сейчас переходит конфликт, длительная война на истощение, очень остро ставит для Украины вопрос резервов и восполнения потерь. Недавно начальник Полтавского областного ТЦК Виталий Бережной, выступая в городском совете, заявил, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось 10-20. Остальные это погибшие, раненые и выведенные из строя, то есть потери на уровне 80, а то и 90%. Обращаю также на себя внимание еще одна цифра, которая была озвучена Бережным, которая, по сути, означает провал плана Генштаба по мобилизации. По словам Бережного, в Полтаве план выполнен всего на 13%. Это худший показатель у них в области. Это, в принципе, закономерно, поскольку в большом городе намного легче спрятаться, чем в каком-то маленьком населенном пункте, где все про всех все знают. Раньше, согласитесь, это тоже все было известно, но на уровне каких-то публикаций, на уровне догадок, однако, по сути, впервые на официальном уровне были озвучены цифры. И они красноречиво отображают масштаб проблемы. Это также объясняет ужесточение мер, которые предпринимают украинские власти для того, чтобы хоть кого-то набрать. Другой вопрос, насколько такие попытки вообще будут результативными, потому что мы прекрасно понимаем, как немотивированный боец может вести себя на фронте. Ну и не стоит забывать про гиперкоррумпированность украинской системы, да по каждому направлению, по сути. О высоких потерях также пишут и западные СМИ, например, издание «Телеграф» пишет, что настроения в Украине ухудшаются. Опять-таки из-за высоких потерь и перспектив затяжной войны. Так что, друзья, когда и чем это все закончится, пока большой и открытый вопрос. На этом у меня пока все. С вами была, как всегда, я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы в Ютубе, это страна Юи, и ясно-понятно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok